В этом году в Астане запустят заводы по переработке зерна и риса, а также предприятия по выпуску хлебобулочных изделий. Кроме того, в столице построят еще два торговых центра. Один из них в районе Сарыарка, второй на левом берегу. Появится несколько крупных дискаунтеров, магазинов с ценами ниже рыночных. Об этом в Сенате сообщила заместитель Акима Астаны Маляка Бектурова. Депутаты и представители Акимата, руководители крестьянских и фермерских хозяйств обсуждали вопрос продовольственной безопасности столицы. Потребность в расширении торговых площадей вызвана растущим населением мегаполиса. В Астане проживает свыше миллиона человек. Ежегодно в город прибывают около 50 тысяч новых жителей. Участники отмечали увеличение продукции агропромышленного комплекса. Они считают, что продовольственную безопасность Астаны должны обеспечивать не только близлежащие Карагандинской и Акмолинской области, но и другие регионы. Есть группа товаров, которые не производятся в этих регионах. В частности, Южно-Казахстанская область может поставлять уже с марта месяца свежую плодовочную продукцию, которая по себестоимости на 30-40% дешевле по производству, нежели ее производить в северных регионах. Нужно наладить прямой контакт непосредственно производителя с покупателем. Конечно, услуги посредников должны быть, но цена не должна разниться в разы. С учетом развития города именно территориально, мы предоставляем больше площадок для строительства новых торговых площадей. То есть это как площади для хранения, это площади именно для реализации, чтобы там, где будут новые районы, там, где в каком направлении растет население, чтобы мы могли обеспечить.